А перед началом я хотел бы посвятить канал PlayFasterGames. На его канале вы сможете найти просто огромное комичество роликов. Он играет на серверах сам, таких как самп РП 06. До этого он играл на различных серверах Diamond DRP, он играл на Advanced DRP, иногда снимает открытие кейсов в CS GO, также проходят различные игры, изредка делают различные полезные игры, показывают разводил, и в принципе на его канале действительно очень много роликов свыше 400, представляете, больше 400 роликов. Поэтому я всем советую его канал, каждый для себя, думаю, найдет что-то по душе. Он играет практически на всех серверах, также он играл на Калифорнии, РП, и возможно это я еще какие-то сервера не увидел. Он вот играет в CS GO, не знаю, тут очень много всего он снимает, пацан очень старается, поэтому действительно переходите на его канал, ссылочка будет в описании. Всем привет, с вами Бурбон, и сегодня я хотел бы рассказать о таком кнео, как ГМ на машину, ибо же, видите, я сейчас поджал ГМ, и я могу ехать, и в моей машине будет все ни по чем, то есть я врезаюсь, у меня прочности также 100, я не зажимаю ГМ, допустим, врезаюсь в столб, у меня у прочности уже, ну, 96, то есть увидите разницу. И, в принципе, как же он работает? Вы зажимаете Shift, либо правый, либо левый, любой, то есть я зажал, написано ГМ. И, в принципе, с ГМом вы просто зажимаете Shift, и вы можете кататься, и вам будет все равно. Зачем же нужен этот ГМ? То есть я, как бы, не советую просто так везде, как бы, кататься и таранить людей, потому что у них может быть фрапс, они могут увидеть, что вы в них врезаетесь, и, как бы, вам все равно, они могут, допустим, вам стрелять в вашу машину, а она, допустим, не загорится, если вы подрубили ГМ, то, как бы, пули вам тоже ни по чем, если они летят в машину, а не у вас. И, в принципе, такая вот штука. Но, ребят, я ее использую для того, чтобы спокойно работать развозчиком товаров, то есть много есть неадекватов, которые видят, что едет развозчик, надо ему, типа, насобить, и берут и просто меня расстреливают, поэтому я подрубаю ГМ и еду нормально. И также много дебилов, которые таранят, как бы, развозчиков, ну, лично меня. Я просто поджимаю ГМ, и, как бы, мне все равно. И, можно сказать, таранят они меня, а вред только им, а мне все равно. А также я хотел бы рассказать о канале Скиппер. На его канале вы сможете найти различные ролики. Он снимает разнообразные ролики, такие, как обзоры на Кнео и, в принципе, разговоры по Скайпу, различные обзоры сабейтов и тому подобное. Например, посылки с вещами или же топ самых дорогих инвентарей в CSGO. В принципе, ребят, вы можете перейти на канал, ссылочка тоже будет в описании. Канал хороший, и не забывайте подписываться на его канал. Парень старается. И также я не советую использовать его очень часто и в общественных местах, потому что в общественных местах могут находиться админы, и они могут увидеть, что вы признаетесь, а у вас прочность остается на одном уровне. И могут вам, не знаю, дать варн за чит. Опять же, ребят, я никого не призываю пользоваться этим гэмом, но поскольку я сам пользуюсь на свой страх и риск, в прошлом видео я сказал, если вы хотите, я могла о нем рассказать. И люди, некоторые там национальные в ВК, некоторые под видео, что типа да, вот расскажи, как им пользоваться. И, ребят, опять же, если забанят вас, то извиняйте, я не виноват. Вы как бы им пользуетесь на свой страх и риск. И если вы будете забанены, повторюсь, то на меня как бы не надо, ну, сваливать. Типа, вот ты там рассказал, меня из этого забанили, типа, давай там мне за моральный ущерб, там, денег и так далее. Нет, ребят, я рассказываю его вам, а пользоваться или нет, это уже должны решать вы сами. Потому что, ну, если что случится, я за это ответственность не несу. Блин, дорого, офигеть, вот хотя бы не знаю, литров 15, наверное. И, ребят, в принципе, наверное, на этом все. Я рассказал немного про ГМ, и также ссылочки все будут в описании. И сейчас давайте-ка перейдем к установке этого Клео Чита. Я назвал не совсем правильно Клео Чита, это не совсем Чита, просто как такой, ну, блин, преимущество в игре. Ладно, называйте, как хотите. Ну что ж, я оставлю в описании две ссылочки на скачивание. Первая это ГМ.Бурбон.cs, и вторая Клео 4.1.x. Сначала это вот наш, собственно говоря, ГМ, это Клео Библиотека. Если у вас уже есть Клео Библиотека, то вы можете пропустить ролик, как бы. Я сейчас покажу, как установить Клео Библиотеку, потому что без нее ваш Клео работать не будет. Мы нажимаем, спустить, мы убираем галочку Клео 4.1 SDK, и убираем галочку Sunny Builder 3 Data Files. Нажимаем Next, тут выбираем папку с игрой, нажимаем Next. Опять же, тут можно выбрать папку с игрой, ну, не обязательно, но все равно желательно, чтобы не царять память на различных других дисках. И нажимаем Install. Я не буду нажимать, так как оно у меня уже установлено. После этого мы заходим в папку с вашей GTA-шкой, коренную папку, и убираем. Так, тут, думаю, все видно. Давайте сейчас, наверное, вот так вот я подвину. Ну, нет, вот так вот, думаю, и так все видно. Даже сейчас можно сделать вот так. И нажимаем Клео. Как вы видели, у меня уже есть Клео Бурбон, и вы просто берете и перетаскиваете. То есть копировать, если, ну, как бы он у меня есть, копировать заменой, то же самое, да. И все, в принципе, после заходите в игру и радуетесь, не зная тому, что вы стали, не знаю, Клео скриптером. Да, это скрипт, а не чит. И, в принципе, все неплохо. Опять же, за, как бы, если что-то случится с вашим аккаунтом, в том плане, что его там заварнят или запанят, я ответственность внизу, хочу сказать сразу, еще раз. И на этом все, с вами был Бурбон, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok